Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница исполнили двойные выбросы на тренировке. Новый комплект, получается, написала Алена. Отмечу, Куница является партнером Косторной в ледово шоу Дракула и Бременские музыканты. Также Алена станет участницей новогодних представлений двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Напомню, Косторная не принимала участие в соревнованиях сезона 2022-2023, так как восстанавливается после операции на бедре. В настоящий момент тренером Алены Косторной является Елена Буянова. До этого спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе. Также она провела один сезон в Академии Евгения Плющенко. Российское антидопинговое агентство Русада в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Первый раз Валиева проходила проверку в июле. Всего в ноябре Русада протестировала 16 российских фигуристов. Проверку прошли Елизавета Туктамышева, Артем Олейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова. Все из них были протестированы впервые за год. Андрей Мозалев был проверен в третий раз за год, Дмитрий Алиев и Михаил Коляда — в четвертый. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин пропустят чемпионат России в Красноярске. Об этом сообщил тренер пары Сергей Росляков. На чемпионате России они выступать не будут, Даша восстанавливается после травмы. Она очень серьезно подвернула ногу. Есть осложнение. К сожалению, она до сих пор не тренируется, — сказал Росляков. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о распаде российского танцевального дуэта Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный. «Верю, что Дэвид найдет партнершу, мы все вместе ему найдем партнершу, самую замечательную и прекрасную. Думаю, причиной распада пары стал отец Аннабель, Николай Морозов. А пара Морозова и Нарижного мне нравилась, но ничего, будет другая девочка, еще лучше», — сказала Тарасова. Журналист Елена Войцеховская высказалась о премии ИСУС Кайтинавордс 2023. Ранее РИА Новости Спорт сообщил, что Анна Щербакова поборется за награду в категории «Самый ценный фигурист». В других номинациях россияне не представлены, удивляют комментарии на тему, дадут или не дадут выиграть Анне Щербаковой ледовый Оскар, и как это несправедливо, что в номинациях не представлен больше никто из россиян. Давайте просто включим логику, премии будут вручаться, что совершенно очевидно, по итогам олимпийского сезона. Соответственно, на главную номинацию самого ценного игрока, помимо Щербаковой, могут претендовать китайцы Суи Хань, французы Попадакис и Сизерон и Нейтан Чен. Анне, безусловно, занимает в этом списке заслуженное место, но утверждать, что ее заслуги весомее, чем у любого из перечисленных, я бы не взялась. Так что здесь уж как удача повернется, не сакамото же там в претендентах в конце-то концов. Лучший тренер — это мимо России, увы, кандидатура Тамары Москвиной выглядит не слишком весомой просто в силу того, что третье место на Олимпийских играх плюс четвертое — это хуже первого. Тренер единственной российской олимпийской чемпионки тоже не вариант, ей бы для начала от скандала с Валиевой отряхнуться. Лучшая программа — снова не к нам, как и лучший хореограф. Да и с лучшим новичком все очевидно — это однозначно Илья Малинин, написала Войцеховская. Чемпион СССР в танцах на льду, чешский тренер Ростислав Синицын рассказал об интересе к конкуренции мировых и российских танцевальных дуэтов в серии Гран-при. Сборная России сейчас отстранена от международных стартов. Интересно было бы посмотреть соперничество ведущих танцевальных дуэтов мира с российскими. Еще более интересно было бы увидеть, какие танцы готовы были представить Александра Степанова и Иван Букин и Виктория Синицына и Никита Кацалапов. О тренирующихся в США Диане Дэвис и Глебе Смолкине в тренерском кругу никто не вспоминал. Соревнования в танцах на льду в финале Гран-при в Турине были самыми интересными из всех четырех видов программы. Итоговое распределение мест могло быть и другим, но канадский дуэт Лоренс Фурни Бодри и Николай Соренсен, ранее выступавший заданию, подвело падение. Очень интересный произвольный танец у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фабри в новом для них стиле. Неплохой танец у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, но что-то подобное у них видели, хотя получилось хорошо. Канадцы Пайпер Гиллис и Поль Пуарье победили вполне заслуженно, хотя откатались без блеска, видимо переволновались, на этапах Гран-при они выглядели ярче, отметил Синицын. Заслуженный тренер России Терри Тутберидзе посетила ледовое шоу о Holiday Dream on Ice в американском Лисбурге. В шоу выступала дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным. Фото с тренером опубликовала бывшая американская фигуристка Аника Хансфорд. «Большая честь встретиться с королевой фигурного катания», — написала Хансфорд. Подписчик поинтересовался у нее, неужели Терри Тутберидзе сейчас в США? «Она приехала, чтобы посмотреть выступления дочери в шоу», — ответила Хансфорд. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США, конечно, хотелось бы видеть Диану Дэвис и Глеба Смолкина на наших соревнованиях. «Кто сказал, что они больше не приедут в Россию, они тренируются в США, может быть, у них проблема с визой, мы не знаем всех причин. Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно. Могут быть разные предположения, но я ими не живу. В нас будет чемпионат страны, они должны приехать на соревнования. Тогда мы можем говорить о своих предположениях», — сказала Тарасова. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США, «Я не оценщик и оценивать их не могу, насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому он не может покинуть Америку, а может не хочет. Стоит обратиться к маме Дэвис, пусть она объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно. На кофейной гуще гадать не собираюсь», — сказала Роднина. Напомню, ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сказали что не выступит на чемпионате России в Красноярске. Глеб признался, что его проблемы с американскими документами мешают спортсменам приехать в Россию для участия в турнирах. «Если бы у нас были этапы гран-при, все было бы по плану, мы бы везде выступали, потому что у нас все готово, все программы, все костюмы. Действительно, все было готово за исключением моих документов», — Глеб отметил, что до сих пор не смог получить грин-карту, которая в случае отъезда в Россию поможет ему беспрепятственно вернуться в США. Также фигуристы рассказали, кто оплачивает их тренировки в США, с первого дня наших тренировок в Соединенных Штатах, с первого перелета все финансовые затраты несут исключительно наши родители. У нас есть ставка в Федерации фигурного катания России, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году, но на этом все. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки, все постановки, все уроки, за которые мы здесь платим, все перелеты из Соединенных Штатов оплачиваются нашими родителями. Если это условный этап Гран-при, там ИСУ покупает перелет, Европу и Олимпиаду нам оплачивала Федерация. Мы тогда тренировались в Москве, и перелетом из Москвы уже министерство занимается. Все остальное, что мы тренируемся, ставим программы, едем на какие-то турниры серии Б, челленджеры, это все за свой счет, каждая копейка. «У нас есть просто ставка от Федерации, я уже сказал, что на нее можно купить», — сказал Глеб Смолкин. Александра Трусова встретилась с юными фигуристами в Ижевске. Она ответила на вопросы детей, подписала автограф-карточки и даже коньки, которые ребята принесли с собой. Когда Александра появилась в зале, ребята не сдерживали своих эмоций. Сама Александра отметила, что очень любит общаться с детьми, они всегда немножко по-другому задают свои вопросы, — говорит Саша. По ее признанию самым сложным для нее прыжком является тройной аксель. Также у Саши узнали пробовала ли она прыгать пятерные. Александра ответила, что до них еще очень далеко — работать и работать. Также фигуристка рассказала, что для нее нет сложности в том, чтобы выучить новую программу. «Я очень люблю новые программы, потому что за год так надоедает катать одно и то же. Для короткой программы этого сезона я сама выбирала музыку», — говорит Трусова. Также ребята поинтересовались, не планирует ли Саша еще завести собак. «Я сейчас живу отдельно от родителей, и с пятью собаками сложно. А еще у меня две кошки», — призналась спортсменка. Фигуристка также ответила на вопрос и количестве пар коньков, которые она берет с собой на соревнования. Как оказалось, Трусова всегда берет на турниры одну пару — исключение было только на Олимпиаде, туда фигуристка отправилась с двумя парами. Бывало, что Трусова за сезон меняла до семи пар коньков. Сейчас она перешла на другую марку и обходится двумя парами. Я не могу стоять на одном месте, стараюсь добавить четверные — в этом вижу смысл спорта. Я спортсменка, я люблю, когда на грани человеческих возможностей, и стремлюсь доказать, что человек может очень многое добиться, если захочет, — сказала Александра Трусова. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.